Вот уже 4 года санаторий «Знания» активно принимает на отдых и лечение местных жителей. А чтобы они лучше знали о медицинской базе, устраиваются подобные дни открытых дверей. Сегодня гостями лечебно-оздоровительного комплекса стали представители городского и районных советов ветеранов. Им вручили от здравницы подарок в виде принтера, показали фильм об отдыхе и предложили в межсезонье курсовочное лечение. Свободных мест в санатории очень-очень немного. Более того, купить путевку, допустим, на 14 дней в ближайшее время вообще очень проблематично. То есть таких окошек в нашем расписании практически нет. Но наш медицинский центр позволяет принять людей по курсовкам. То есть возможности медицинского центра достаточно большие, и мы можем принимать много местных жителей. Санаторий «Знания» настолько популярен на юге России, что путевки сейчас раскупаются на осень следующего года. А уж летом востребованность на 115%. И это не только отдых у моря, а комплексное медицинское курортное лечение. У нас есть водолечение, ванны, а также есть углекислые ванны. Они сухие, чаще всего они предлагаются людям более старшего поколения, в связи с тем, что очень многие из них переносят к этому времени уже инфаркты, инсульты. А эта ванна позволяет не ухудшать их состояние, а наоборот как раз-таки помогать для восстановления сосудов. В «Знании» лечебные методики разработаны курортологами. Массажи, ванны, терминальные процедуры магнита и лазеротерапия. Удачно внедрены специальные программы «Антистресс» и «Серебряный возраст». Сегодня те, кто пришел знакомиться с драмницей, стали участниками лотереи. Разыгрывались курсовочные путевки на две недели. Честно говоря, я верила. Я очень люблю этот санаторий. Я отдыхала здесь. 1400 рублей в сутки – это проживание, питание, бассейн и лечебные процедуры. Соответственно, курсовки стоимостью в разы меньше. Можно даже выбрать процедуру на 300-400 рублей в сутки. А в остальном – консультироваться с врачом. Многие сочинцы в качестве подарка покупают своим родителям вот такой лечебный отдых, самым радушным для старшего поколения людей санатории. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».